играйте красиво да я уж сыграл красиво спасибо блин очень-очень вкусно очень красиво и так сегодня у нас вышел мини сет из 35 карт хорстоне новая механика теперь раз четыре месяца под большой сет через два месяца ходит мини сет такая теперь вот ротация такой режим и в рекламе blizzard обещали и не обещали и до сих пор утверждаю что они дарят нам 66 карт но таким образом они посчитали все повторные то есть мы получаем по два экземпляра карты и если так посчитать туда 66 если считать разные то получается 35 карт ну ладно давайте смотреть печать призыва этом у нас карта дх демон-хантер в начале вашего следующего хода вы призываете двух демонов 22 с провокацией за 2 маны ну за 2 маны мы получаем два существа 22 по моему очень-очень недурно очень недурно договорились никита хорошо самое время ты написал очень недурно за 2 маны получаем 22 там то причем ну мы можем как-то рекомбить с другими картами например с другими печатями что-то вроде в начале хода наносит всем существом silence и мы можем в правильном правильном порядке положить несколько печатью в течение до входа тогда на следующий ход они будут скрываться тоже в том же порядке то есть мы можем положить печать который дает всем существом silence а потом еще родить двух демонов с провокацией не пропадет ну или также например зачистка там всем существом по 3 очень неплохо по моему очень неплохо а это чем-то похоже на спячку только место на столе не занимает ну плюс ко всему это еще заклинание они существовало поэтому определенная специфика не ну по моему по моему крутая карта мне нравится гремучник скверны за 3 маны 3 2 натиск без ратул наносит по единичкой всем существом противника ну блин это прикольно потому что это и точечный ремонт мы за 3 маны наносим 3 дамага существу противника плюс еще и ауеши да то есть можем убить существо с жопой 4 у него как бы атака 3 но за счет досырота и наносим таргетного существует 4g можем плюс еще уешаем пасты нам тепли бабла 7 кого-то какая-то мелочи убиваем отция но понятно что это не агрессивная карта совершенно очевидно что это не агрессивная карта это на арене будет просто бомба ну мне кажется каждый новая карта на рейн был будет просто бомба потому что потому что нереально пока будет очень круто даже вот эти еще круче вылипуют очень круто прям классно но это не на ненагрессивно дыхать на какой-то мир на дыха который хочет обороняться может в андре такая ты не по месяц несмотря на то что она классная ну да в этой карте я верен гораздо больше чем в этой так скверно серд мучитель за 8 маны 8 8 там провокация заклинание противника стоит на 2 больше ну чё сказать арена карта чисто арена карта мне кажется в ладере он может играть только в том случае если ты будешь как-то хитрожопу вытаскивать из руки потому что обратить внимание его билка заклинание противника стоит на 2 дороже это никакой не battle cry то есть пока он стоит на столе эффект работает это значит что можно и нужно как-то его тащить ну не за 8 маны не на 8 ход не за 8 маны и он уже тащить как-то из колоды из руки вот как-то вот так его тащить нужно и тогда он начал он отличный он очень жирный защита от римуала ну такой полу защиты от римуал да некоторые защиты но вот из руки за 8 маны его играть не хочется а вот призывать в рандомно призывать на халявку ну или не на халявку но как-то как-то хитро его призвать это да это пожалуйста чё-то древо жизни сгорел . если сразу флевер смотрите отдельный флевер текст и тухло как-то нас там это призывает ладно скажу что через ход будем услышать его погремушку скверное дело ладно ой чё-то древо жизни сгорело сейчас расплачусь господи так верный друид змея если обратите внимание в деванхантер легендарку не получил а друид получил верный друид змея за 3 мана 4-3 таун до страдал меньше уменьшая стоимость случайно зверя в руке на 2 сушена по моему имба но опять же как как всегда традиционно все такие карты все подобные карты портит тот факт что они сами не являются замериме зверьми то есть вот такие саппорт карты которые не являются зверьми это огромный прямо огромный недостаток для них прям гигантский недостаток для поданных карт гигантский недостаток но тем не менее может не обязательно что это будет именно зверь друид с кучей зверей чтобы прям какогоentlich палазуры удешевлять может быть когда комбо друид с каким-то одним конкретным зверем и мы даже не будем разыграть верного друида змею до тех пор пока не получим в руку нужного зверя то есть нам нужно будет важно удешевить конкретного зверя чтобы закрутить комбо вот это может быть даже более вероятно чем чисто друид на зверях одно из главных правил друидов змей тщательно ухаживать за клыками чистите ваши клыки два раза в день мойте руки перед и за леди анакондро за 6 ман и 37 ваше заклинание природы стоит на 2 маны меньше ну хорошо а заклинание природы но это практически большинство заглянили друида правильно это пока на стоит на столе англоин эффект то есть мы можем накопить 10 маны поставить анакондру и на эти четыре маны нифигово так раскастоваться причем заметьте здесь нет вот этого очень частого уточнения частые оговорки что ваши заклинание стоит дешевле но не меньше единички да за могут заклинать дешевляться до нуля конечно если заклинание сначала стоило 0 или 1 она не будет нам она приносить за счет удешевления но до нуля можно удешеветь но наверное наверно какая-то комбинь вот при этом сама она не звери на чем мы могли бы удешевить она хоть змея якобы змея да но здесь нет типа звери на чем могли бы круто удешевить сыграть за 2 маны легендарь это босс из пещерсти на ней да вот этот босс точно точно из пещерсти на не это так кстати можно на экскурсию в конце стрима слетать волю кстати да пещерсти на не отличная идея так ну давайте попробуем оценить крутизну этой карты классно ли это карта интересно было ли у нее такое имя до того как она превратилась змею нормальное имя леди ну трудно сказать трудно сказать надо как-то примеряют примерять надо тестировать пока так на глаз труд трудно сказать но в принципе у нее реэффект достаточно мощный может день скамбят загадочный страхозуб за 8 маны 4 9 после вы разыграете заклинание природы призывает гадюку 4 2 с натиском вот уже смотри сходу комбо как тут это все воскресить вот она вот дверь пожалуйста удешевлены комбо но че эффект офигенный да ты если одну гадюку призовешь уже уже ну неплохо две гадюки уже отлично мне прям нравится сам по себе сам по себе без комбо это скорее скорее всего арена карта а вот если как-то закомбить я просто пока не могу понять но три карты они друг друга комбят да вот это удешевляет вот этого это удешевляет заклинание но этого недостаточно для такой устойчивой связки чтобы на ней строить колоду парад планет ну кстати да как вариант парад планет ну да видишь все очень тяжелых он бы так хантишка змеи цвет ваш зверь получает я ну если честно кусок говна совсем очень плохо но как всегда знаете вот на существо за 0 маны там 11 на мурлока нас по за 0 маны они всегда рисуют самую богу картинку какая-то у них традиция на самую такую мелкую карту за самый мелкий монокост они рисуют очень крутой картинку это милаха это когда на лист разу лет люди так ваш зверь получает яд но я не знаю в колоду ты это не положишь точно я вам корову клянусь ты не будешь это класс кого-то где-то раскопать можно как-то на халяву получить вот рандомить вот это можно кого-то 8 ну скорее всего не будут потому что нахер это надо хотя дать яд гидро это всегда отличная идея синдерай локчи бешенство призывает 4 гиен с натиском но опять же сам он не зверь сам он не зверь на картинке гиены довольно огромные но здесь они не один один ну мне кажется арена карта думаю арена карты я не очень могу понять как это можно использовать в конте чтобы он занял место в ландере ядовитый лук за 4 мана 1 2 яд ну то есть фактически 2 римула да мы можем выбрать двух существ правда таким луком в лицо не сходить тоже для ханта довольно существенный минус какой другой класс пережил бы такой минус но хантишке будет трудновато ты ведь знаешь что ядам нужно покрывать наконечник стрелы а не весь лук любит ароматические свечи и ненавидит изодоранты пока мне все три к все три карта охотника видятся арена картами мне нет нет на так на глаз не понравилось сейчас на какая-то ложе ну не то что плажа но не ладер карты не нравится так маг дома подземельщица ли дома baking край вы берете заклинание если это заклинания льда призывает дух элементарий 11 заморозкой но смотри давай представим что мы взяли заклинание и это ни заклинание льда мы берем его из колоды то есть мы можем заранее управлять собирает колоду мы управляем вероятностями как много будет лежать заклинание льда и каковы шансы поймать имя заклинание льда ну давайте представим что мы взяли карту и это нет актильная не леда получается мы за 3 маны сыграли существо 23 которая взяла нам карту нормально да блин отлично нормальная карта за 3 маны 2 3 берет карту нормальная карта а если еще и прокнули 2 и лима ну просто за шибински отличная карта бомба карты будет лежать большинстве магов я вас уверяю очень крутая карта несравнимая с тем что нам пока 2 хан сокрушительный взрыв уничтожая всех замороженных существ при но они что-то пытается пытается помните они уже выпустили по отдельности 50 карт которые работают заморозками обычно ты с пыльцы дешевые типа там нанеси заморозь существо потом дуплет если она заморожена 2d мажа потом что-то еще потом заморозь существует на заморожено убей его господи они столько же карты пускали никогда не играли никогда ни разу не было такого не blizzard не помогал не лен не помогать ничего не помогает оживить эту механику через уничтожение замороженных существ просто потому что далеко не каждая дека которые встречаются против тебя опирается на существ много попадается дэк где у тебя вся твоя морозная дека собрана вокруг идеи что ты можешь убивать замороженных существ защищаешься оппоненты ему на существ в общем-то насрать он играет не знаю там без стола какой-то контрольный воин или чем подобное и получается вся твоя дека оказывается бесполезно мгновенно поэтому вот эта хуйня никогда не заиграет никогда блин лидишь команд за 6 маны 55 стоит на 2 меньше за каждую замороженного противника не вне вообще за игру и так поняла в текущий момент да ну типа 3 3 сейчас заморозил можно лицо считать и сыграла за бесплатно не но не такая плохая белка но для этого нам нужно играть картами с заморозкой ну кунов колд за 3 маны до троих заморозил бесплатно сыграл лишь команд ну я не знаю все это крайне самит но тут имба запимба полное говно это туда-сюда flavor текст всегда берет минимум три билета на любое мероприятие ну потому что он сам и 2 элементария после такой заморозки они бы все равно не выжили еще раз ха-ха такой школы магии не существует он сам это слово придумал видишь команд ледышка мансер наверно в англии в оригинале да ну тройка огонь это вот эта тройка говно вот это может быть соусу так паладин правосудие справедливости секрет когда существует противник атакует его атака и здоровье становится равна единиц вот интересно до конца хода но скорее всего всегда да скорее всего всегда по-моему не дурно не ду не ду не дурно секрет какой он практически сдувает его все что любого размера сдувает по-моему очень не дурно зачем нас тут присяжных когда есть паладин ну мне нравится что далеко не худший секрет паладина может заиграть секрет паладине коллег нам опять понерпили они после этого будут играть щит зернистого облака при смертных и это все оружие щит оружие смотри при смертных и ваше существо получает божество ох нихрена себе за 3 маны оружие 2 3 то есть за 3 маны мы получаем 6 дэмэджа распределенных во времени до за 3 маны оружие 2 3 и когда мы последний раз атакуем наше что получает бабу причем мы сами полностью управляем этим эффектом потому что когда остался последний заряд мы в свой ход выставились на стол сходили в атаку дали всем бабу ни хрена себе агро карта ох нихрена себе агро паладинская карта дачный ключ battlecrime давал одному он дал town battlecrime down bubble и battlecrime давал рандомному а это всем дает что вообще огонь вообще огонь прям бомба вэпон приглашение в группу что это разве паладинская карта я думал то дурицкая карта она по цвету очень на дурицку было похоже похоже я реально думал когда перс увидел что это дурицкая карта призывает 5 пилигримов 2 2 со случайными эффектами этих случайных эффектов довольно много но что важно знать что среди них нет негативных нет плохих эффектов то есть все полезные кто-то с там кто-то с баблом кто-то с натиском кто-то с инвизом кто-то с ядом кто-то еще там с чем-то короче все эффект все случайные эффекты полезны то есть мы за 7 маны получаем 5 мужиков до 2 и все со случайными но полезными эффектами это очень важно со случайным а друг среди них не будет танка что-то из шутки из вова но даже я их не понял хотя вов играл десятилетиями десятилетиями слушай ну вот эти две карты огонь я не знаю насчет секрета но он тоже выглядит неплохо но щит просто имба и это будет очень круто очень круто будет это армия в одной карте ван карт армии да она тяжеловато конечно 7 маны но зато в одной карте ты вызываешь целую армию почти полный стол причем таких ну неприятных существ у кого что у кого какая белка реально очень крутая карта по моему паладину прям отлично кликали смотришь на карты хантай как кому странно смотрится все это да ладно так прист священница анше помощью магии света можно получить хороший сигар конечно батл край есть на этом ходу вы восстановили здоровье вы раскопите взглянание из колоды нормально еще нормально до определенные условия есть но за одну хотя ты знаешь вот такие карты они как правило хороши как когда ты их на на первый ход сыграл пока играть нечего на ты сыграл тушку на стол и какой-то эффект на какую-то карту в руку получил а тут я на 1 ход не сыграешь это надо минимум 3 ход это вот эта договорочка мне не очень нравится если честно до раскопка это лучше чем рандомная карта это все-таки какое никакое управление это тулбокс но ты же тратишь карту на то чтобы получить карту и ты что взамен получаешь 12 то есть это раньше третьего хода ты не сыграешь на третий ход 12 это уже ну не боец что-то мне не нравится сейчас условия какой-то неприятный мне ты не сыграешь а раньше третьего входа вот так сам сомневаюсь истовая подземельщица за 3 маны 2-3 бот в край выберете заклинать заклинать этого оля как у мага да точно такой же как у мага только своя специфика световая осторожно танки я тут первый раз лечу но это тоже шутки злого в оверх наняли для флэйвор текста ну и логика ровно такая же как с магом за 3 маны су что 2-3 в худшем случае просто берет нам карту в худшем случае плохо зашибенски просто зашибенски а если попали то еще и удешевляют и на 2 прекрасно по моему отличная карта лично интересно знаете чего вы смотри они выпустили две почти одинаковые карты ну не одинаковые но очень похожи да а почему не всем классом они могли бы каждому класса выпустить по такой тройке со своим эффектом было бы ну как то справедливо нечетное не в почете уничтожают всех существ нечетная так и говнище если честно просто говнище если эта карта хоть немного поиграет то ну они будут знать от нее будут отыгрывать а тут еще существа существа смотри по моему все существа вот эта легендарка ханта да это легендарка дороги новые а это герои наверное из нового приключения который вот-вот появится на на днях же появится приключение что-то типа слейдер спайр там и по этажам будем проходить прокачивать героев это помог просто герой все всем атаку 1 и зачистка стола вот это кое-что да есть же карта есть полупреста которая сдувает атаку до единички вот это вот это интересно да кстати хороший фонда ну так наверное можно играть да может быть в таком в таком свете она заиграет до 0 это четное число так круга загадочное лакомство превращает по одному существу в руке каждого игрока в пират или существо с маскировкой я не знаю ты тратишь ману ты тратишь карту ты превращаешь свое существо чтобы одно случайно существу опартий к превратить в пираты большой момент кровке ты не забираешь его не убиваешь ну ты просто превращаешь его другого ты тратишь карту и свою свое свое существо пока bye не знаю покупал на говном знает для чего это будет отвратительно вообще похоже абсолютно бесполезная карта, я очень удивлюсь если эта штука заиграет нет вразительная карта, худший из всех пока, за 3 маны 2-5 маскировка яд пока вас под контролем, ох ни хера себе, ни хера себе тут реально бомба, 0 это целое число да слушай вообще карта бомба, вот поэтому босиком в воду лучше не лезть вот это огонь карта, это огонь да бомба, может даже в ладере будет играть скрывающий покров, вы берете двух существ за 3 маны, существа разыгран в этом ходу получают маскировку на 1 ход ну не знаю, может быть в виде какой-то комбыта играть мол, получили в руку какое-то важное существо, сыграли скрывающий покров и независимо от того, что мы там задровывали, просто играем важное существо, потому что здесь не нужно разыграть именно тех существ, что ты взял, ты можешь разыграть любых существ и то существо, что ты разыграешь, получит стелс либо ты просто добираешь двух существ и забиваешь на эффект с маскировкой это как-то непонятно, давайте представим, что мы как-то не собираемся никак ее комбить, никакое супер важное существо не собираем стелсить, да, мы просто хотим взять двух существ на этом ходу разыграть стелс, но это сколько нам маны надо на этом и, ну, брать двух существ это хуже, чем просто взять две карты, а вдруг в колоде существ не осталось или там ну не знаю что-то мне не нравится ну, у мага добор за три это базовая карта, видишь еще ирарка у мага аркан интеллект играет, не в каждой колоде у мага не так много карт, которые добирают карты, вспомнил карты мага, которые добирают карты а теперь вспомнил карты роги, которые добирают карты, в руке арсенал добора намного шире, у него сейчас роги, да столько жирный арсенал, что он даже не играет с спринтом, за бафаном, за 6 маны, спринт не играет, потому что есть черный ход а идет черный ход, будет играть спринт уроки вот вот так вот, способов, круто и эффективно взять карты и существование берут карты, у меня что только не берет карты уроки сейчас трешка, за 3 маны, 3-3 игра, играешь бесплатно секрет, дровываешь карту да да хрена способов уроки набрать карты и скрываешь покров, смотрится бледные коня ну хуй знает, что-то, что-то сомневаюсь вот это имба, вот это говно, вот это непонятно здесь ничего не напишем, секретная информация, тут неплохо так, шаман, вечное пламя, наносит 3 дни сурона случайно в существу противника астана погибает, эффект повторяется ммм, неплохо кстати может за думану зачистить мелкий стол, тебя агро друид наставил говна ты вечное пламя ебнул, все сгорело нахер а со спл дэмэджа можешь там на 4 пахать, тем более бьет только существ противника по твоим существам не бьет, там он составишь, поехали по 4 скакать то есть огонь, просто огонь прекрасная карта я абсолютно уверен, что он будет играть вообще бомба, бомба карта да, у них определенные оговорки, но зато зато мелкий стол, отбиться от мелкого стола это отличные статы это показали, показали многие годы Христона что за одну ману 1.3 это практически лучше что есть он элем и он качает себе атаку знаете что он напоминает? он напоминает трог не тупой какое-то время назад у шамана был трог он за одну ману 1.3 когда ты играл карту с перегрузкой он получал плюс один к атаке имба была просто лютая просто супер ультра имба Близы все пытаются сделать шамана на элемах они и бахнули недавно всех элемов нам естественно 1 базовую всё переделали совсем чуть-чуть и вот еще еще лема дай ну вот покойта момент соберется можно кстати сегодня по фанчику может попробовать с шаманами на элемах так, беремня подземельщица о! тройка, 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 тройка аналогично 3-я тройка боевой клич вы берете заклинание заклинание природы вы берете элемент аля а у шамана очень многие заклинания я являюсь заклинанием природы очень многие то есть берем 2 карты но опять же смотри у два условия в себе заключаются? Во-первых, нужно иметь... нужно задрогать заклинание природы, ну допустим это не очень сложно. Но чтобы взять элементал, у нас колода должен лежать элементаль. То есть мы не берём его из воздуха, а мы берём его из колоды. Он за три маны берёт две карты, если что. Если элементаль есть, если мы попали в школу магии... Ну то есть смотри, ещё одна карта Велем-шамана, вот пожалуйста. Две отличные карты Велем-шамана. Может даже и вот эта карта Велем-шамана. Но это, что-то контрольно, мне кажется. Вообще у шамана мне всё нравится. Все три карты огонь, по-моему. Шаман прям, пока выглядит как фаворитом. Шаман и по-моему, паладин, да, выглядит неплохо. Почему-то они через одного получают эту новую трешку. Пока третий по счету. Последний вздох. Дэмэдж существует, если оно погибает, призывает пилигрима 2-2 со случайным эффектом. Ну, напоминаю, там эффекты положительные, да? Напоминает Mortal Coil. Тут тоже наносит только существу, один дэмэдж. И если оно погибало, Coil берет карту. Причем Coil-то карта базовая, ее всегда можно положить, она никуда не уйдет. И значит, последний вздох в любом случае должен выдержать конкуренцию с Coil. Он должен оказаться как минимум не хуже Coil, иначе, ну, вряд ли мы будем играть и Coil, а не вздохом. Какой эффект нам больше нравится, взять карту или призывать пилигрима со случайным эффектом? Кстати, кстати, а ведь этой картой, в отличие от Coil, можно играть в агродеках, потому что ты можешь шмалять существ оппонента и призывать за одну ману полезную тушку 2-2 с хорошей обилкой, а можем шмалять и в своих существ, например, яйцо открывать, либо какие-то там бешенства активировать. Тоже вариант, да? В агрварлока может тоже лечь. И на прощание он прохрепел рез, плиз. Ну че, нормальная, нормальная карта, можно потестить. Нестабильная стрела тьмы. Нестабильная обычно значит очень крутой. Наносит 6 единиц урона с учетом, и сбыточный урон наносится вашему герою. Вашему-то нашему. То есть, если я бью маленькое существо, то я сдачу получаю себе. Если я убил существо 6-6, я молодец. Я убил существо 6-6 за 2 маны. А если маленькое существо, я получаю дэмэдж, правильно? Мне не нравится. И так, варлок получает очень много дэмэджа. И у варлока очень много способов убить существ. Зачем мы играть такими сомнительными существами? Сомнительными ремоулами. Не, ну правда, ну смотрите. Мне не нравится, потому что тебе ставят существо 3-3, а ты смотришь на него, у тебя в руке нестабильность рела тьмы, а ты думаешь, нахер мне это надо. Пускай стоит. Да ну шляпа какая-то. Мне не нравится. Нет, не герой существа. Если бы герой существа, это была бы лютая имба чувак. Нет, именно хозяину с пыла. Именно варлоку. Отстой. Похититель душ. После того, как вы возьмете карту, она будет расходить здоровье, а не ману. Ну то есть он должен стоять на столе, и мы должны здоровать карту. Ну, например, на шестой мане мы ставим за 4 маны по хитрику душ, за 2 маны юзаем абилку. Да, варлоковскую получаем карту, можем сыграть ее за здоровье. Как зубная фея, только серьезнее. Блин, как-то дороговато. Дороговато. Ну, в смысле, дороговато по хп, не по мане, по хп дороговато. Ее можно, да, просто поставить на стол и надеяться, что они убьют. Но это плохой план. Ее можно комбить с абилкой, ее можно комбить с другими картами. Например, у варлока и спл за 3 маны возьмите 3 карты и получите 3 дамеджи, да? Но мы, получается, и 3 дамеджи получаем. А если там, ну, дорогие карты будут, мы не расплатимся по таким кредитам. Что, мне тоже, если честно, не очень нравится. Причем мы не можем ее использовать как какую-то комбу, комбо-карту, потому что, ну, мы не управляем нашими топ-деками. Мы не знаем, какую конкретно карту мы возьмем с топ-дека, чтобы что-то конкретное сделать, ну, не бесплатным, но сыграть за ману. Ну, например, комбатом, как-нибудь, Малигос, да, и сплывы в лесо, правильно? Но мы же не уверены, что именно в Малигос мы попадем вот этим бесплатным дровом. Да не, ну, мне не нравится. Так, у Войны точнее топор. Пусть то, как ваш герой такой, что у вас руке получает плюс один к атаке. Ну, смотри, да, не очень много, зато за одну ману 1-4, 4 дамага можно нанести. На самом деле, да, реально немного. Реально похоже на аренокарту, потому что... Потому что в ладере Войн, как правило, можете положить самое лучшее оружие. Можешь положить достаточно много оружия, чтобы... Игра... И у тебя будет много оружия, да, достаточно много оружия, и у тебя будет ситуация, что у тебя в руке топор, и нормальное оружие, тебе надо было сыграть нормальное оружие, но ты еще топор не использовал. Потому что это только плюс один к атаке. Это немного. Скорее всего, чисто аренокарта. Или топорная качила. О! Зиманы 2-3. Если вы вооружены, получают плюс один, плюс один. Ну, смотри, кстати, неплохая комба, да? На первый ход бахаем топора, на второй ход 5-3-4. Нормальная агрокарта. Для Роги был бы хорош. Вооруженный воитель, заглядый враг, безоружного пацифиста. Ну, очевидно, чисто агрокарта. Ну и тоже сомнения вызывает непонятник. О! Легендарка Крик, это тоже босс из пещерстенаний. Так. За 6 маны 3-9, бешенство, вы получаете 8 грани. Пресмертный хрипс, наряжает вас с черепашим шипом 2-5. Это оружие, да, черепаший шип? Черепаший шип. Шип. Черепаший шип. Ну, че, нормально, за 6 маны 3-9, ему еще таунта не хватает для полного комплекта. Получаем 8 брони. Если за раз у него бить, а такого за раз не просто убить. И дает нам еще пушку 2-5. А пушка 2-5, это 5 раз ты по 2 сходишь. Че, нормальная карта? Мне нравится. Нравится? Нормальный легендарок, который угодно. Так, ну и 5 легендарных карт, здесь 2 легендарки. Да, посмотрим. В конце вашего хода вы кладете в руку пилигрима 2-2 со случайным эффектом. Отличная карта, она, во-первых, нейтральная, во-вторых, она гарантированно дает нам минимум 1 пилигрима. Я так понимаю, что мы пилигримов-то за 1 ману будем разыгрывать, скорее всего, стоит 1 ману, да? Очень недорого. И если ты его сразу не убил, то он и 2 пилигрима даст. То есть, это карта, которую надо убивать сразу. Что-то типа монотайда, но мы ставим его на первый ход. Помните, вот был монотайд, ну и есть монотайд, который берет карты. Был у шамана тотем, который берет рандомного прислужника. И подобные карты есть. И если ты их не убиваешь мгновенно, ты считай проиграл. Я по нему щелкаю, иначе не происходит. Да, писание огонь, да, очень смешно. Пилигримы 2 маны стоят? А-а-а, не 2 маны стоят. А-а-а, вот оно что. Да, это портит картину. Я думал, за 1 ману они играются. Па-па-па-па-па-па. 2 маны это другой. Ну тогда я не знаю. Я думал, 2 маны они стоят. Тогда хрен знает. Не, ну, наверное, он все еще неплох, да? Не такое клево, как если пилигримы стоили 1 ману. А за 2 маны что-то, да, не оборвало. Не, ну мне кажется, в агродеку все равно можно впихнуть. Вот какие-нибудь бафики. Можно потестить, хотя, да, за 3 маны никто опалит. Так, Верховный Друид Наралек за 3 маны 3-3. Спячка, 2 хода, пока существует находится в 5-шке, выводите в руку карту сна в конце вашего хода. Очень, очень крутая легендарка. Я вам коровы клянусь, она будет лежать в каждой деке. Как раньше лежал Манкрик. Манкрик, он до сих пор лежит в половине дек. Так, теперь еще будет лежать Верховный Друид Наралекс. Потому что за 3 маны 3-3 дает нам 2 рандомные карты сна. Всего карт сна 5. Это сестра Т5 за 2 маны. Это дракон 7-6 за 4 маны. Это всем по 5. Это прокачка и это сон. То есть сам за 1 ману. И все эти карты имба. Все они имба. Наверное, худший из них это прокачка. Но даже одна хорошая. Остальные так вообще чудо. И мы получаем 2 из них. Вообще огонь. В конце первого хода получаем 1 карту. В конце второго хода получаем 2 карту. Вообще бомба. Каждой деке будет лежать. Так. За 3 маны 3-2. Призывает Телегрима со случайным эффектом. Блин, отличная арена карта. А может быть и не только арена карта. Может быть и в агродеках. Нет, не 1 карта будет, а 2. 2. Роман, спасибо за код. Вчера джентльменов посмотрел. Очень доволен. Вот, вот. Видите, видите? Я вам рекламирую Яндекс. И вот работает. Ребята, вот. Ссылка по стримам. Яндекс, Кинопоиск, HD. 3 месяца бесплатно. Джентльменов можно посмотреть. Пищеблок можно посмотреть. Майор Гром можно посмотреть. Южный парк можно посмотреть. Музыку можно послушать. А-а-а. Иди под стрелом регистрируйся. Джентльменов посмотришь хоть. Так вот, в агродеке там может играть, да? Может. Может играть. Вообще огонь. Короче, может даже в ладере будет играть. Так, на арене понятнее бы. Ладно, Мутанус Пожиратель. Нарал Экс не ложится на крови, чтобы Мутанус не укусила зубачок. Это здесь еще последний босс всего инста. Самый крутой. Он не такой огромный, как на картинке. З7 маны 4-4. Вот в край седает, существует зубки противника, получает характеристики этого существа. Ну, тут уже, наверное, все уже пошутили про то, что Близзе обещали никак не ломать руку и деку противника. Ну, они уже сто раз нарушили свое обещание. И он не на время съедает, никак это нельзя откатить. Нет, он съедает навсегда и безвозвратно. Съел и съел. Если потом Мутанус расколдовать, поцеловать, существо уже не вернется. Это не красная шапочка. Он сожрал бабочку насовсем, навсегда. Обратно уже не вытащить. Ну, 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 ну. Мы сразу себе представляем. У нашего оппонента 10 карт, 9 спулов и 1 смертокрыл. Мы съедаем смертокрыл. Ах, 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 ах. Ну, на практике мы будем съедать какой-нибудь прихвостный 1-1 или там. Это вот пилигрим 2-2. И ну, хер знает. Ну, хер знает. Нет, это ж таколь. Я что-то большого восторга от этой легендарки не испытываю. Мне кажется, в ладере не особо будет играть. За 7 маны 6-6 наряжает вас случайным оружием из колоды. Тоже 100 пудов арена карты, 100 пудов. Я практически уверен, что это арена карта. Причем для ладера она очень тяжелая, неуклюжая. Кстати, да, вот этого чувака можно в дрожжеглота класть. В дрожжеглот шамана. Было бы прикольно. А это, я думаю, арена карта. Так, ну, что мы увидим? Мы видим МБУ нейтральную, да? Которую будет лежать в большинстве колод. Ну, есть, есть интересные карты. Есть интересные. У шамана все 3 карты выглядят отлично. Вот это у Роги выглядит отлично. Вот это у Пристава выглядит отлично. Вот это, возможно, с единичкой будет играть. Пока единичка не ушла. У паладина все 3 карты выглядят отлично. У Мага-Тирока выглядит отлично. У Ханта 3 арена карты. У Друида, ну, перспективно, но непонятно. Непонятно пока, так как нет уверенности. У ДХа, ну, тоже печать прикольная. Вот такой у нас мини-сет, ребят. Такой мини-сет. Да, у Роги мусор, я согласен. Не, у Роги стоил, у Роги гадюкань еще. Самый мусор у Ханта, по-моему. Вот это мусор, да. Субтитры сделал DimaTorzok